Духовный фундамент В том, что законных царей, православных, я имею в виду православных самодержанных, от Иоанна Грозного до Николая II, сюда не ходят самозванцы, там, типа, уже Дмитриев, там, Гулькин Созернов, Мухранских. Законных царей Господь избирает по сердцу своему, так сказано в Священном Писании, в книгах царств, в 88-м псалме, во всей Библии так говорится. Господь говорит, что он управляет через царя государством. В книге притчи Соломонов говорит, мною цари царствуют, не прикасайтесь к помазанным моим, говорит Псалом 104, и во пророках моих не лукавнуйте. Царь – это священное, а не светское лицо. Есть заблуждение такое, что царь – светское лицо. Поясню почему. Потому что царь, он, во-первых, проходит таинство царского миропомазания, а потом причащается в алтаре. Никто из нас, светских лиц, мирян православных, не причащается в алтаре, а царь, как духовенство, причащается. Одиннадцатая анафема в неделе торжества православия прямо гласит. Помышляющим, якоправославные государя, помазники Божьи, возводятся на престолы не по особой маним Божьим благоволению, и при помазании дарования святаго духа, прохождение всего великого царского звания в них не изливаются, так, дерзающим против них на пункт измену, анафема трижды. Что это означает? Что даже человек, открещенный в православии, что-либо помыслит против законного царя помазника Божия, он становится вне церкви, не говоря уж о худом слове или деле, как поднятие руки. И поэтому царь православный априори не может быть убит православным единобедцем, не может быть убит. То есть тот, кто царь любит, он уже не православный. Нужно, очень важно понимать чины святости. Вот тут царскую семью называют то мучениками, то старштотерпцами, и никто на это не обращает внимания. Вот отец сел, человек, он все время их называл старштотерпцами. Когда мы говорим о чинах святости, каждый из которых кратко, одним словом, благоверный, пророки, апостолы, мученики, старштотерпцы, выражает духовную суть того или иного подвига служения, которое человек поднял и совершал во славу Божию. И здесь ни в коем случае нельзя будет чиной святости, старштотерпец, мученик и так далее. Поскольку в этом случае принципиально искажается смысл. Принципиальное развитие между чинами святости, мученик и старштотерпец заключается в том, что мученики страдали от рук и новерцев, и иноплеменников, а старштотерпцы от рук единоверцев и единоплеменников. А царскую семью, как мы знаем, убивали люди не русские по национальности и не православные по вероисповеданию. Поэтому они априори старштотерпцами не могут быть. Царская семья является, поскольку она убита и новерцами, и иноплеменниками, мучениками, а поскольку они мученики великого царского рода, то они являются великомучениками. Великомученик – это мученик великого рода согласно дореволюционным справочникам. Поэтому правильное чине святости царской семьи – великомученики. И, наконец, о чине святости царя Николая. В феврале 1917 года было повторение евангельских событий. Царь Николай уподобился Господу Иисусу Христу. Те, кто свергали царя Николая, уничтожали православное самодержание, генералу духовенства, они уподобились Иуде Искариоту. Они же отдали царя Николая в руки убийц. Подобно тому, как Иуда Искариот отдал Христа в руки убийц. А русский народ не отдавал царя в руки убийц. Русский народ уподобился апостолам, которые разбежались после того, как Христа арестовали. Русский народ, он не царя убийца. Апостолы же не являются богоубийцами, которые разбежались. Нет. Они не являются теми, кто отдал, кроме Иуда Искариоту, Христа в руки убийц. Нет. И то же самое русский народ, он не царя убийца. Тем более, ни апостолы, ни русский народ не кричали «Распни его!» или «Кровь его на нас!» на детях наших. А те, кто царя Николая убивал, царскую семью, это наследники как духовные, так и физические тех, кто кричал «Распни его!» кровь его на нас! на детях наших. Поэтому, как кровь Господа Иисуса Христа, так и кровь царской семьи на них и на детях их, то есть тех, кто этого племени, этого рода, которые кричали «Распни его!» на нас и на детях наших. Но никак не на русском народе. Ну и напоследок я что хочу сказать. Вот предъявляют аргумент, что величание царя Николая в чьи нестерпится искупителем, это якобы дело ему вторым искупителем или искупителем вместо Христа. Мне неизвестны такие факты, чтобы кто-нибудь считал царя Николая II вторым искупителем или искупителем вместо Христа. Я не считаю царя Николая II вторым искупителем или искупителем вместо Христа. Хотя я его почитаю в чьи не следствия искупитель, потому что его жертва иконографична. Он всей жизнью подобился Господу Иисусу Христу, он образ искупления. И смысл искупительной жертвы я нашел буквально вчера, когда читал книгу «Судий». Там эпизод с Иефаем, я подробно не буду ударяться за ограничением времени, но там Иефай дал неразумный обет, что он принесет жертву Богу то, что первым выйдет из его дома. А из его дома вышла дочь, он дал обет. И он, к сожалению, заколол свою дочь. И поскольку мы, православные христиане, обязаны читать Святых Отцов на Священном Писании, понимать Библию так, как Святые Отцы понимали, и я посмотрел толкование вопроса Семидиоландского. Он говорит, что таким образом дочь Иефая искупила неосторожный обет отца своей кровью. То есть помните, что Христос на горной проповеди говорил? Не клясться ни небом, ни землей, ни головой своей. Так? А русский народ в 1613 году что сделал? Как единым имстанем принес клятву верности Дому Роману до Второго пришествия Христова. А в феврале 1617 года что произошло? Второе пришествие Христова не произошло, а клятва нарушена. Клятву преступления – это страшный грех. Царь был сверген, уничтожен православным самодержавием, и царь Николай принес себя в жертву за клятву преступления. Искупил, иконографически, еще раз подчеркиваю, искупил клятву русского народа своей кровью. Правда, закон он был, именно закон, а не расстрелян, не русскими, не православными людьми. А дочь Иефая была законом своим отцом. И когда Соколов и Дитикс вошли в подвалы Пальческого дома, они обнаружили в полу четырехгранные следы от штыковых ударов, которым пронзали лежащие на полу тела. И, как Валерий Михайлович сказал, что пули всего две нашли. Так что нас дезинформируют, когда говорят, что царская семья была расстреляна. Так что случай клятву Иефа, это соборный клятву русского народа, как говорится, инициатива оказалась наказуема. И мы должны учесть эти уроки. Спасибо, Господи.